Наша команда существует уже 10 лет. Это в первую очередь Виа-Негры. Также творческая команда, которая способна озвучить любое мероприятие, торжество, большой концерт. Также есть творческая команда, которая занимается студией звукозаписи. Студия звукозаписи существует с 2003 года. И с момента ее существования также одновременно появилась проблема. Проблема поиска саунда, звука, который удовлетворил бы нас. За 10 лет существования группы мы записали и выпустили альбом. Откровенно говоря, саундом которым мы не очень довольны. Сегодня радует то, что второй альбом у нас уже готов. Он еще не выпущен, но он уже записан. И то, что можно услышать во втором альбоме, по-настоящему нас удовлетворяет и радует. И занимаясь творчеством, записывая не только свои песни у нас на студии, но и песни казахстанских звезд, мы понимали, если быть честными и откровенными, что если отправить эти записи на Грэмми, Грэмми мы не получим. Поэтому признали необходимость научиться или приобрести западные технологии. Учиться у западных специалистов. И мы все время делая сведения копировали, может быть старались копировать саунд американский, европейский. Но в любом случае это было, если можно выразиться так, методом тыка что ли. Потому что понятно, что у нас не было возможности получить такой опыт. Или понять, а действительно изначально просто, чтобы тебе объяснили. Делается это вот так и вот так. То есть нет, не было базы, не было школы. Студия изначально работала по системе Дениса Беляева, наш музыкальный руководитель, творческий. Музыкальный руководитель Виа Негры. И полностью была разработана им система, как записывать голос, как записывать гитару, как сводить. Последние несколько лет с введением конкретно именно песен Виа Негры Денис начал заниматься совместно с Сашей. То есть они вместе сидели, спорили. Надеюсь, до драк не доходило. Но делали саунд для нашей команды. Мы очень рады, что Аки согласился с нами работать. Потому что очень важно. Естественно, у него есть образование, он закончил университет в Европе. Но самое главное, у него есть опыт. 15 лет он работал в первую очередь на такую компанию, как звукозаписывающая студия EMI. Также он выпускал и делал песни для таких компаний, как Sony, BNG, Universal. Прошло 10 лет, очень многое поменялось. Казахстан, на мой взгляд, вышел на передовые позиции по оборудованию, по мозгам, по таланту исполнителей. Я побывал во многих странах. Я могу сказать, что наши исполнители держат хорошую планку. Наша студия, наша маленькая пока что студия, надеюсь, это зародыш гиганта какого-то. Очень надеюсь на это. Это дом. Ребята, приходите, пользуйтесь. Давайте меняться идеями, давайте их воплощать. Я хочу поблагодарить казахскую землю и всех тех людей, кто меня встречал. И в округе я встречаю только уважительные взгляды. Мне нравится находиться в Казахстане. Я из Греции, из города Афин. Я имею очень большой опыт в работе звукорежиссером на протяжении 15 лет. На протяжении этих 15 лет я работал с очень большими именами, с артистами, которых знают в Европе, которых знают в Греции, которые продали свои альбомы более чем в 3 миллиона копий. И они работают не так, как у нас в Казахстане, как-то сами или еще что-то. Они работают на большие корпорации, такие как Sony BMG, EMI, Music Universal, дабы получать хороший видеопродакшн, хорошее продвижение на радио, хорошее продвижение на телеканалах. Я провел много времени с казахстанскими артистами, и это нужно делать, потому что только когда ты слышишь то, слышишь и понимаешь то, что хочет артист, это можно воспроизвести правильно, дабы удовлетворить все его потребности, какие он хочет. Чтобы его творчество никак не было начиналось с точки А и заканчивалось в какой-то другой точке. Чтобы оно там же и заканчивалось, но только в более объемном варианте, который бы устраивал как его, так и его слушателей, а не просто ходить и говорить, вот мой диск, сведите мне и отдайте. Так как у него приходят люди, да, они приходили к нам в студию, давали диск и спрашивали, это хорошо звучит или плохо. С одной стороны, мне неохота отвечать, да, на это, если там сделано что-то плохо, дабы не ранить чувство артиста, потому что он старался над этим продуктом, он его сочнял, он делал его, записывал, тратил деньги, платил аранжировщикам и так далее. Но если даже я говорю, что мне что-то не нравится, то я с удовольствием и с радостью могу сразу это исправить и показать, где есть какие-либо моменты, которые можно улучшить, сделать так, чтобы был удовлетворен и сам артист, и люди, которые слушают эту музыку. Также я очень доволен тем, что в Казахстане люди готовы слушать и готовы воспринимать эту информацию. Мне это очень приятно. Мы привыкли, что там в Англии музыка звучит по-особенному. Есть американский поп, там, да, какие-то другие направления. Приятно, что в Казахстане сейчас все понимают, что музыка, она универсальна. Так же, как много цветов в мире, так же и музыка может быть абсолютно любой, и Казахстан готов к этому. Есть несколько факторов для того, чтобы сделать звук лучше, когда ты работаешь на студии. Очень важно иметь хорошую композицию, которую бы сочинит талантливый человек. Если ты не имеешь композиции, ты не имеешь ничего. И когда ты работаешь с артистом или с тем, кто сочиняет музыку, ты должен почувствовать его душу, его чувства, то, что он чувствует, то, что он хочет показать в студии. Когда люди слышат наши продукты, они в целом вообще хороший саунд, они спрашивают, почему этот саунд настолько хорош? Это зависит от вашего оборудования, от ваших программ или от микрофона, от чего. Смотрите на оборудование, не смотрите на, другими словами, бренды, которые вы видите. Это просто железо. Все остальное – это талант артиста, который нужно раскрыть. Потому что если артист на самом деле талантлив, и мы записываем композицию, в которой есть душа, сделанная хорошим композитором, то в итоге все равно получится очень хороший продукт. Если мы сравним сейчас видеокамеру и с любым другим оборудованием, если я буду выглядеть плохо, то какая бы ни была камера, дорогая или дешевая, я все равно буду выглядеть плохо, пусть она будет стоить на 100 тысяч долларов дороже. Поэтому хочу сказать здесь, что оборудование – это не все то, что нужно для того, чтобы записать хороший саунд. Иногда, в первое время, когда я записывал казахстанских исполнителей, они чего-то боялись, они боялись подойти к микрофону, у них был какой-то страх, они не знали, с какой стороны. И тогда я со своей стороны расслаблял, говорю, расслабься, я знаю, как тебя записать, не бойся, что это будет как-то неправильно, или я сделаю что-то не так. Более того, я даже показывал, как стоять правильно, как петь, то есть старался раскрыть их. И самое главное, что я говорю этим исполнителям, вы должны знать, чего вы хотите, когда приходится на студию. Что вы хотите сделать такую музыку? Как вы хотите себя выразить? Это самое главное. И поэтому у меня есть возможность, у меня есть опыт даже научить исполнителя, как правильно, в правильной культуре пения в студии. Мы подводим итоги, мы начинаем что-то новое. Итог такой, что на сегодняшний день мы готовы к любому соревнованию. Я считаю, что на сегодняшний день нет никакого смысла, уже сегодня, не завтра, именно сегодня, нет никакого смысла ездить в Европу, что-то записывать. В доказательство этого мы можем сравнить продукт нашей студии и продукт, который получен где-нибудь там в Европе или в Америке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА